О главных новостях этого дня узнаете в подробностях. Ей Катерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Конец света отменяется. В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Пасхальный патруль. Сколько правоохранителей задействуют в пасхальную ночь? И почему крестный ход в Мариуполе местные власти решили отменить? Тихо сбежавшие, как и с беркутовцам, проходящим по делу Майдана, удалось пересечь границу. В шаге от конфликта Северная Корея показала всему миру, каким оружием обладает, чего ждать от США. На улицах Иерусалима сегодня сотни тысяч верующих. Они приехали со всего мира, чтобы увидеть схождение благодатного огня. Множество паломников прибыли и из Украины. В этом году огонь зашел еще до полудня. В Старом городе Иерусалима был и наш корреспондент Сергей Ослендер. Схождение огня каждый год собирает минимум 100 тысяч человек, только в Старом городе Иерусалима. Места занимают еще с восходом, потом в храм не попасть. Внутри люди стоят вплотную друг к другу. Между представителями конфессии периодически вспыхивают конфликты. Вот сцепились армянские и копские иерархи. Всем хочется быть поближе к священному месту. Патриарх Иерусалимский Феофил Третий в сопровождении верных кавасов, это символические стражи наследия Османской империи, входит в храм и обходит кувуклию, часовню, где хранится гроб Господень. Непременная часть церемониала, молитвы, повторяющиеся слово в слово каждый год на протяжении столетий. У входа в храм, на узких улочках, у явских ворот старого города, везде столпотворение. Тут паломники со всего света. Кто сидит, кто стоит, все ждут. В руках свечи, которые потом привезут домой, в том числе и в Украину. Подбой барабанов и завывание труб, сидя на плечах друг у друга, врываются в церковь адепты арабских христианских церквей, больше напоминающих футбольных болельщиков. Наша вера славная, вера православная, скандируют они по-арабски. Порядок строгий. Кувуклия печатано, чтобы никто не мог войти внутрь. Патриарха облачают в простую рясу и тщательно обыскивают, чтобы у него с собой не было ничего, извлекающего огонь. После этого предстоятель входит в кувуклию и начинает молиться. Теперь все замирают и ждут. В считанные секунды огненная река течет к воротам города, чтобы уже оттуда распространиться по всему миру. Голодатный огонь зашел в 14.22. Это самый огонь, который мы возьмем сегодня в Украине. И каждый верующий человек может взять его в своих храмах, чтобы скрепить, подкрепить свою боевую силу. Сейчас ни у кого нельзя спросить, нигде нельзя проверить, что же будет, если огонь не сойдет. В Священном Писании по этому поводу сказано, если такое случится, это будет означать конец времен и воцарение Антихриста. Но огонь-то вот он сошел, а значит конец света откладывается еще как минимум на целый год. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Благодатный огонь везут и в Украину. Борт должен прибыть в аэропорт Борисполь. Там находится наш корреспондент Олег Решетняк. У него мы узнаем, приземлился ли уже самолет. Олег, здравствуй, расскажи, так доставили ли огонь в Киев? Добрый вечер, Катя. Ну вот огонь должен приземлиться в международный аэропорт Борисполь. Буквально с минуты на минуту из святой земли возвращается украинская делегация паломника во главе с митрополитом Антонием. Но уже традиционно здесь огонь. В аэропорту ждут десятки священников и верующих, после чего огонь отвезут в Киево-Печерскую лавру, а уже потом развезут по всем храмам Украины. Ну вот встреча Благодатного огня в лавре состоится приблизительно в 23.00. Там предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Ануфрий, раздаст тысячам верующим этот огонь, тем, которые придут на ночную пасхальную службу. Катя. Олег, спасибо. Олег Решетняк был с нами на связи из аэропорта Борисполь. В пасхальную ночь следить за порядком по всей стране будут 23 тысячи правоохранителей, 700 из них военнослужащие нацгвардии. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие почти 9 миллионов человек. Во многих городах пройдет традиционный пасхальный крестный ход. А вот в Мариуполе по рекомендации силовиков крестный ход отменили. Местные власти считают, что шествие вполне можно провести в другой день. Почему крестный ход в день воскресения Господня отложили на потом и как воспринимают это верующие? Разбирались наши корреспонденты. Пасхальный крестный ход верующих Мариуполя местные власти решили отменить. Мол, боятся провокаций. Организаторы шествия ранее обратились к властям города с просьбой обеспечить безопасность. Но в ответ получили отказ с рекомендацией провести крестный ход в другой день. Когда-нибудь потом. Мы не можем рисковать с жизнью и спокойствием наших городян, местных. Поэтому рекомендували данный заход перенести на более спокойный час и провести его, когда уже настанет мир в нашей Украине. Городские власти киевают на силовиков. Вескать в полиции порекомендовали. Но там от каких-либо запретов открещиваются. Я к полицейским могу только одно сказать. Мы относимся ко всем конфессиям довольно демократически и к запретам отношения не имеем. Но заверяют, что у них есть секретные данные, что радикалы готовят провокации. Правда, какие именно, не уточнили. Но предупредили, меры безопасности усилены. Для охраны порядка вывели около семи сотен правоохранителей, ограничили движение транспорта и усилили блокпосты. Я также хотел обратиться к гражданам нашего города Мариуполя, к местным и гостям о том, чтобы они с пониманием относились к тем вынужденным мерам повышенной проверки, которые будут предпринимать сотрудники полиции. Но верующие сокрушаются. Можно ли пасхальный ход взять и перенести? Не будет. А чего? Отменили. Не разрешают. Собор, который на Новоселоке, Святой Никольский. Его отменили, да? Отменили. Отменили. А вот другие массовые мероприятия в городе все же разрешили. К примеру, грандиозный слет байкеров. В город съехались несколько сотен мотоциклистов из соседних областей. А также на театральной площади провели семейный флешмоб. Раскрасть пысанку. Чем опаснее крестный ход, верующие не понимают. Андрей Кривец, Николай Рябченко. Подробности. Телеканал Интер. Донецкая область. Канон Пасхи чествуют ветеранов Второй мировой. В Черкасской области куличи и пасхальные наборы получили 37 участников войны. Среди них бывший танкист Хтадось Коцуренко, которому через месяц исполнится 100 лет. А также Мария Вевчарик. В годы войны она была связной украинской повстанческой армии. С праздником поздравил ветеранов своего округа, нардеп от БПП Сергей Рудык. Он считает, что Пасха – это именно тот праздник, который объединяет украинцев. Украина пережила большую количество войн. И на сегодняшний день у нас есть война. Кто-то святает 9 травня, кто-то святает 8 травня. И эти света объединяют украинцев. Пасха – это то, что объединяет завжди и будет объединять на много лет вперед. Поэтому я третий год поспиль, и вся моя команда витает с этим святом всех, кто живет, кто пережил войну. А те, кто сейчас воюет в зоне АТО, даже в предпасхальные дни под огнем боевиков. С начала суток зафиксировано 16 обстрелов. По-прежнему самой горячей точкой называют Мариупольское направление. Там противник использовал минометы 120-го калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе Марьинки позиции военных обстреливали вражеские снайперы. Неспокойно было и на Донецком направлении. По позициях поблизу населенного пункта Пески противник засосував гранатометы разных систем и кулеметы больших калибров. А в районе Каменьки бил по наших воинах с стрелецкой оружием. Зафиксировал опытный враг обстрелив с кулеметов больших калибров. А на Луганском направлении по защитникам Лобачевого боевики вели огонь из автоматических гранатометов в районе Новоалександровки со стрелкового оружия. За шаг до конфликта. Что Вашингтон, что Пхеньян сейчас играют мускулами. США стянули к границам Северной Кореи флоты и по-прежнему угрожают ударом. КНДР провели масштабный военный парад, показав, что им есть чем ответить. Дмитрий Анопченко следит за ситуацией из американской столицы. КИМ ЧИН ИН Чем еще располагает КИМ ЧИН ИН? Этим вопросом сегодня задаются крупнейшие американские СМИ. Строят догадки, находят военных экспертов и бывших политиков. И все прогнозы неутешительные. Министр обороны времен Обамы Леон Панетто уверен, что превентивный удар приведет к ядерной войне. В интервью НБС он пояснил, КНДР в ответ сразу же ударит по столице Южной Кореи, а затем в конфликт будет вовлечен весь мир. Есть объяснение, почему ни один президент США в прошлом не спустил курок. 20 миллионов человек в Сеуле станут мишенью удара. Существует вероятность ядерной войны, которая забрала бы миллионы жизней. Поэтому я считаю, что мы должны быть осторожны. Советник Конгресса Денис Хелпин приводит в профильном издании The National Interest и другой аргумент. Кроме ядерных зарядов, которых у КНДР два десятка, режим Кинчин Ина накопил до 5000 тонн химического оружия. Кроме того, жертвой новой корейской войны стала бы и мировая экономика. Предыдущая война стоила штатам 20 миллиардов долларов. Это способно похоронить мировые рынки. Решится ли Белый дом остановить Северную Корею такой ценой? The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Трампа сообщает, что нет. Да, действительно, сейчас в Вашингтоне разрабатывают очень масштабный план, как не только остановить новые испытания, но и свернуть ядерную программу Северной Кореи. Но на военное решение, по прогнозам газеты, никто не пойдет. Средства для этого вовсе не превентивные удары, которыми припугнули штаты, а санкции. Их могут ввести против всех компаний и банков, в том числе китайских, которые работают с Северной Кореей. Но все эти планы не учитывают один момент, фактор непредсказуемости. А он, зная и взрывной характер Трампа, и то, кто управляет Северной Кореей, очень вероятен. Поэтому ударная авианосная группировка по-прежнему ждет приказов у берегов КНДР. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Непредсказуемости особенно боятся соседние с КНДР страны. И уже предпринимают меры, чтобы защитить своих граждан. Какие именно и что происходит в Японии, Южной Корее и Китае в нашем сюжете. Пока Северная Корея празднует день рождения Ким Ир Сена, весь мир напуган возможностью новой масштабной войны. Ведущие мировые издания посвятили свои первые полосы событиям в этой стране. Ситуация очень сложная. Это признают в соседних Японии и Южной Корее. Токио уже готовится к эвакуации своих граждан. Этот вопрос обсудили на высшем уровне в Совете национальной безопасности. Чтобы защитить жизнь и богатство наших граждан, мы поддерживаем высокий уровень мониторинга и готовы бороться с любой ситуацией, проявляя бдительность. Мы сделаем все возможное для защиты мира и безопасности наций. Китай единственный крупный союзник Северной Кореи. Там также боятся, что война может начаться в любой момент. Уже сегодня Китай прекратил воздушное сообщение с КНДР. Все вылеты из Пекина в столицу Северной Кореи приостановлены. Китайские власти призывают стороны к переговорам. Мы призываем все стороны воздерживаться от провокаций и взаимных угроз и не позволить ситуации стать необратимой. Когда разразится война, будут потери со всех сторон. Победителей не будет. Чтобы охладить ситуацию в Северной Корее, Китай будет искать помощь у России. В Кремле тоже очень внимательно следят за происходящим. В Москве с большой беспокойностью наблюдают за эскалацией напряженности на корейском полуострове. Мы призываем все страны к сдержанности. Предостерегаем страну от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги. Россия продолжает оставаться сторонницей политико-дипломатических методов. Корейский полуостров находится на грани войны. А пока эксперты анализируют, к чему может привести этот конфликт. Наталья Шумакова, подробности, телеканал Интер. По меньшей мере 90 боевиков ИГИЛ погибли. Жертв среди гражданского населения нет. Таковы итоги взрыва самой мощной неядерной бомбы вооруженных сил США в Афганистане. Операция проводилась с согласия официального Кабула. Приведенное в действие устройство ранее в условиях боевых операций не применялось. Его называют матерью всех бомб. Вес составляет порядка 10 тонн, длина 9 метров. В Сирии прогремел взрыв. 24 человека погибли. Возле города Алеппо среди автобусов, которые везли эвакуированных жителей шуитских сел, подорвался смертник. На видео с места происшествия видно сгоревшие автобусы и разбросанные тела. Взрыв произошел, когда тысячи людей оказались заблокированными в автобусах. Ранее повстанцы и правительство Сирии договорились об эвакуации четырех городов. Но из-за спора между ними эвакуация приостановилась. Четыре экс-беркутовца, которых обвиняют в преступлениях против майдановцев, сбежали в Россию. Адвокат обвиняемых сообщил, что позавчера они сели в автобус и пересекли границу по внутренним паспортам. Причем сделали это абсолютно открытым. По словам защитника, ограничений на выезд не было. Подозреваемые находились под домашним арестом, но к моменту их отъезда срок истек. Адвокат утверждает, что причиной выезда стало намерение ГПУ обжаловать вердикт суди, отпустившего из-под стражи одного из бывших беркутовцев Виталия Гончаренко. Выехали они на территорию Российской Федерации 11 апреля абсолютно легально в момент отсутствия в отношении них каких-либо мер пресечения. Потому что 7 апреля начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины позволил себе во все услышания заявить, что в отношении судьи, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Это является, по сути, прямым намеком на то, что в отношении моих подзащитных будут продолжаться дальнейшие меры воздействия и, по сути, их просто закроют в тюрьму без разбирательства. В Генеральной прокуратуре утверждают, что пограничники не имели оснований для задержания экс-беркутовцев. Ведь так называемый ночной домашний арест действовал с 11 вечера до 7 утра, а в остальное время суток ограничений не было. Напомню, беркутовцы были задержаны летом прошлого года в Харькове. В это время все четверо работали в полиции. Двух из них, Александра Белова и Виталия Гончаренко, обвиняют в убийстве трех майдановцев. К слову, с момента задержания Гончаренко изменили меру пресечения трижды. В марте его взяли под стражу, а в апреле снова выпустили. На этот раз под личное обязательство. В Николаеве выявили цех по производству суррогатного алкоголя. Обнаружили его полицейские, но контрафакт даже не изъяли. И, как выяснилось, заправлял делом человек, близкий к правоохранительным органам. Продолжит Кирилл Ющишин. Очередное злачное местечко обнаружили рядовые патрульные. В небольшом киоске на рынке был установлен самогонный аппарат и тут же рядом прилавок для продажи суррогатного алкоголя. На место прибыла следственно-оперативная группа и представители фискальной службы, которые должны были зафиксировать и изъять весь контрафакт. Об этом налоговики отчитались в пресс-релизе. Написали, мол, конфисковали 400 литров поддельной продукции, оборудования и тару. Но на самом деле оказалось иначе. Все осталось на своих местах. Об этом пишут местные журналисты, которые стали свидетелями происходящего. А сами полицейские после нескольких часов разбирательств уехали в Освоясе. Начальник Николаевской полиции, комментируя этот инцидент, заявил, мол, следователи и налоговики не смогли разобраться, кто из них должен изымать контрафакт. Что касается выучения, там зафиксировалась количество, скажем, спирта, щейки, набоев независимой качественности. Потом были вызваны представители фискальной службы, так как выучить мы можем в рамках криминального проведения, выучая, а вопрос процессуально стоял, как передать. Полтонны самогона остались в ларьке. Дверь на замок закрыл вот этот мужчина. Владельцем цеха оказался бывший полицейский Александр Поворознюк. Его жена до сих пор работает специалистом отдела правового обеспечения главного управления нацполиции Николаевской области. В полиции, уверяют, ничего об этом не знали. Что касается спиропитника, я скажу, я честно не разбирался, и сейчас пройду и разберусь. Если там десну мое отношение спиропитника, то я буду принимать свои решения, правда, в свободу проверку. После инцидента ларек закрыт. На двери вывеска выходной. Мы обязательно проследим, каким будет результат служебной проверки полицейских, ведь полгода назад в Николаеве несколько человек умерли из-за употребления контрафактного алкоголя. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер, Николаев. В Черкасах профтехучилища оказались на грани закрытия. Средств на финансирование ПТУ нет. Вот уже второй год деньги на их содержание выделяют из горбюджетов. Но местной казне это не по силам. Есть ли выход из ситуации? Разбирались наши корреспонденты. Александр выбрал для себя профессию слесаря по авторемонту. Парень был уверен, работа у него будет всегда. То, что на выпускников профтехучилищ всегда есть спрос на рынке труда, подтверждают и работодатели, и городской центр занятости. Если сказать, что с 2600 человек, которые проживают на облике, близко 70% людей проживают с высшим освещением. Наша предприятие постоянно чувствует недостаточно рабочих кадров, как водителей, слесарев. Несмотря на высокую заинтересованность работодателей в рабочих, на учреждения, которые готовят таких специалистов, денег катастрофически не хватает. В марте преподавателям выдали зарплату и предупредили, в апреле платить нечем. На данный момент действительно ситуация не визначена, потому что в березне мы кошты удержали уже только зарплату. Аванса у нас практически не было. В квитне нам аванс обещают, но эти кошты наближают с предыдущих месяцев. Я думаю, что на червень, на липень и на подальше месяце у нас заработной платы просто не будет. В прошлом году полномочия по финансированию ПТУ государство передало на места. Да, городская власть Черкас в этом году выделила на нужды местных училищ 37 миллионов гривен. Но эти деньги уже полностью израсходованы. Потреба на отримание наших шести закладов складывает 85 миллионов. Лише 15 миллионов дает государство. На сегодняшний день уже абсолютно не лишилось асигнуваний на заработную плату. Надеялись на помощь областного бюджета, ведь в городских ПТУ учатся дети со всего региона. Мы неодноразово обратились, чтобы была внедена возможность надеслать деньги для финансирования ПТУ в нашем городе Черкасы. Просят помощи и у правительства, но чиновники все еще ищут пути спасения профтехучилищ. Елена Кагал, Ирина Гришко, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интерчеркасы. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе посетит Великобританию. Глава государства примет участие в конференции Королевского института международных отношений. Там Петр Порошенко расскажет о вызовах, которые стоят перед нашей страной, а также предложит свое видение восстановления мира и укрепления европейской безопасности. Уже завтра, 16 апреля, в Турции пройдет национальный референдум, итогом которого может стать превращение страны из парламентской в президентскую республику. Если граждане Турции одобрят предлагаемые поправки в Конституцию, глава государства получит более широкие полномочия. Он будет лично назначать министров, представлять бюджет и издавать указы, которые получат статус законов. По данным соцзапросов за расширение полномочий Режепа Эрдогана готовы проголосовать 51% избирателей. Наш корреспондент Алексей Пшимынский уже находится в Турции и завтра расскажет о ходе и первых результатах референдума. Взрывчатка, использованная при атаке на автобус Дортмундской Баруси, могла находиться на балансе вооруженных сил Германии. Об этом сообщили представители немецких правоохранительных органов. Как именно бомба оказалась в руках преступников, пока не ясно, но известно, что при подготовке подрыва они использовали военные детонаторы. К слову, чтобы привести их в действие, нужны специальные навыки. Напомню, сразу после случившегося был задержан 26-летний выходец из Ирака. Молодому человеку также инкриминируют связь с ИГИЛ. Неудачная неделя американской авиакомпании и скандал вокруг известного футболиста Криштиану Роналду. Об этом мы не только в нашем международном обзоре. Житель Финляндии выиграл 87 миллионов евро в лотерее Евроджекпот. Счастливчик купил билет в одном из супермаркетов города Темперы. Выигранная сумма стала не только самой большой в стране, но и второй в мире. Рекордное вознаграждение в размере 90 миллионов евро удалось получить жителю Чехии в 2015 году. А вот для американского авиаперевозчика United Airlines неделя выдалась неудачной. Сотрудники еще не успели отойти от скандала с мужчиной, которого насильно вытянули с самолета в Чикаго, как пассажира рейса Хьюстон-Калгари, ужалил Скорпион. Во время обеда он упал ему на голову из отсека ручной клади, а затем свалился прямо в тарелку. Когда мужчина попытался схватить агрессивное членистоногое, оно укусило ему руку. Скорпион оказался безвредным. В суд пассажир подавать не собирается. Скандал вокруг футболиста мадридского Реала Криштиану Роналду. Журнал Der Spiegel опубликовал статью о том, что спортсмен заплатил 375 тысяч долларов девушке, которая обвинила его в изнасиловании. По сообщениям СМИ, инцидент произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где португальский футболист проводил отпуск. Предполагаемая жертва себя называть отказывается и не подтверждает факт случившегося. Но агент Роналду Жоржи Мендеш выступил с опровержением информации, назвав материал журналистской фантастикой. В сети появился первый трейлер нового эпизода «Звездных войн». Он анонсировал восьмую серию легендарной саги «Последние джедаи». Видео опубликовали в официальном твиттере фильма и на канале в YouTube. Серия появится в прокате в декабре этого года. Ее снял режиссер Райан Джонсон. Этот эпизод стал последним, где участвовала принцесса Лея, американская актриса Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года. В Индии празднуют Бенгальский Новый Год. Этот день знаменует начало индуистского солнечного года. В городе Селегурии люди, одетые в национальные костюмы, торжественно шествуют по улицам. Во время праздника самые смелые делают себе персинг, прокалывают языки и даже спины. Таким образом они приносят символическую жертву богу Шире. Все действия проходят под ритм барабанов. Свадьба года. Завидная невеста, богатый жених, венциносные особы. В списке гостей и наследник британского престола. Для кого готовят столь пышное торжество в королевстве, знает наш субкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Ее участь всегда быть в тени. Младшая дочь замуж выходит не за принца. Сестра герцогини Кейт Пипа Миддлтон хотя бы в свой праздник решила быть номером один. Через месяц девушка станет женой финансиста Джеймса Мэттьюса. Свадьбу планирует со всей тщательностью. Последние несколько лет после свадьбы моей сестры были сумасшедшими. У меня были взлеты и падения. Но сейчас я очень счастлива и надеюсь посвятить время самой себе. Пипа прославилась во время венчания Уильяма и Кейт. Ее обтягивающие наряды и живые манеры привлекли внимание публики. И даже шуточный титул принесли. Ее королевская сексуальность. Ее всегда критикуют, а она этого не заслуживает. Она работает и заслуживает успеха. В том числе и личного. Пипу то и дело сравнивают со вторыми половинками венциносных принцев. Может поэтому девушка решила не приглашать на свой праздник новую пассию Гарри, актрису Меган Маркл. И вообще придерживается политики no ring, no brain. Многие гости даже обидели, что приводить на мероприятие можно только официальных жен, а не подружек. Да, свадьба будет роскошной, но не королевской. Никакой церемонии в эстминстерском аббатстве. Венчание пройдет в семейной церкви, а вечеринка в семейном поместье Миддлтонов. Да и королевы не приглашали, но кое-кто из венциносных осов все же станет частью торжества. Королевской пресс-службе официально подтвердили. Наследник престола, маленький принц Джордж, исполнит роль пажа. А его сестра, принцесса Шарлотта, станет подружкой невесты. Войдет в церковь с букетом цветов. Для малышей это первое официальное мероприятие. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Завтра не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот некоторые из тем программы. Годовщина Кабмина. Удержится ли кабинет Гройсмана на Грушевского? И будут ли менять министров на переправе? Штурм пенсионных фондов. Почему сократили выплату пенсии переселенцам? И сколько людей могут пострадать от такой экономии? Начали за здравие. Что повлечет за собой медицинская реформа? И как теперь будут работать государственные больницы? Есть ли жизнь после залога? Как поживает армия казнокрадов, дожидающихся правосудия не в камере, а в роскошных особняках? И все ли эти воры еще в Украине? За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова